всем привет очередная новинка от джили модель о каванга если помните буквально несколько месяцев назад я снимал джили о каванга но то было до рестайловая версия как парни сказали тогда что это изучение спроса будут ли брать такую нет машину вы собственно и так помню что нужно было просто ту партию быстренько до распродать до рестайла и ну соответственно убили скажу так сразу двух зайцев и машины распродали и изучили спрос и вот теперь к нам приехала уже рестайловая версия которая уже давно в китае продается еще раз напомню джили о каванга всего будет две версии лакшери и flagship это у нас самый топчик чем отличается вот это версия flagship здесь уже добавляется система мониторинга слепых зон память кресла водителя панорамной крыши здесь добавляется беспроводная зарядка электропривод крышки багажника с функцией бесконтактного открывания вот собственно и все и вот эта машина стоит 3 миллиона 599 тысяч давайте посмотрим здесь какая цена и продолжим осмотр итак джили о каванга и комплектация flagship привод передний мощность двигателя 200 лошадей максималка 210 и робот семиступка то есть такой же как и в джили атласе в новом габариты смотрите 4860 ширина 1910 и высота 1770 миллиметров ну то есть для ориентира черри тига 7 по моему 1850 чуть-чуть он там меньше и букву буквально все идет на сантиметр там полтора два три сантиметра разница вот такая но опять таки здесь за счет допустим может но расширенных этих штампов дверей все такое атака может там внутри по сути и там почти одинаково все это знаете объем движка 2 литра бензиновый turbo привод передний 200 лошадей комплектация flagship колесный диск 19 светодиодных фары сзади фонари отделка сидений черной кожей с перфорацией память сидения водительского пассажира сидение передний пассажир с электро революровка в черных направлений панаранок крыша с люком 6 подушек безопасности фронтальных боковых завесочных типа системы контроля слепой зоны то есть то о чем он говорил мультимедийка сенсором экрана диагональю 12 3 дюйма подарив передних и задних боковых сидений прямо пишет как немцы боковых но в тигуанах типа средняя не греется боковых и крайне греется до стекла так подогрев руля сон и покоя передних стеклощитителей форсунок омывателя заднего стекла внешних зеркал система камер круглого обзора 36 градусов с передним и задним дачкой парковки электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания и цена машины 3 миллиона что 39 900 ну то есть если практически 3600 стоит машина буквально 40 тысяч то что-то накидали вот коры словом багажника покрытие антикор антикор и анти шум давайте смотреть вот сегодня солнце как видите нету и все равно прям вот такие в крапинке ну красивый цвет молодцы и китайцы подбирает такие четкие цвета приятно глазу не отторгает на свете такие вертикальные ламельки и нету здесь никакой сетки не знаю сейчас вот так спрашиваю подсвечиваться нет горит не подсвечиваться идти на здесь камера еще раз отойду красиво да машина смотрится просто капец так все стремительно датчики парковки спереди имеется достаточно красивые диски двухцветные хромированная окантовка стекол рейнги серебристые ну и кстати да на рамках нормальные делаются ручки вот просто они нормальный это классно все вот так без чего доступ сзади диска тормоза и здесь что у нас варках фетр отлично пластиковый вес по кругу он полностью да в контуре закрывает смотрим ну в общем еще раз не совсем до конца но потом будем две переднюю смотреть посмотрим вот видимость какая-то бутафория джили окаванга тоже камера но и тут небольшой спойлер фонарь куда же без него давайте посмотрим что здесь предлагается а подвесочка на смете независимой и здесь лежит это понимает докатка но пусть будет запаска ладно вот здесь под буквой е у нас кнопочка видите у нас электропривод но это там если бы у нас были ключи мы бы там что-то так ногой до поводили ли что-то еще и все у нас открылась полностью вся крышка в пластике хорошо эстетично и меньше шума ну хоть так тут еда такой прям нарос чтобы пальцы не соскакали отлично но и то что смотрите уже все подготовлено то есть народ ходит смотрит виде до семиместная машина так все это складывается ног собственно из-за этого и у нас запаска на улице тут еще много места среди сколько всего еще эту можно положить соответственно там подстаканники для третьего ряда вентиляция ремни все это дело присутствует отлично розетка ну вот так давайте закрывать и смотрите что теперь в салоне нажимаем легкий такой сигнал не навязчивый и все чё . закрылась отлично ну а если вы хотите купить такую или иную новую машину выгодно то обязательно загадите на сайт автоспот точка ру тут собраны все предложения от официальных и дилеров сразу со всеми скидками акциями и предложениями вам не нужно ездить по всем автосалону смотреть какая комплектация какая машина у кого есть у кого нет на сайте вы сразу видите именно те предложения что стоят в данный момент у дилеров а чтобы зафиксировать за собой скидку вам достаточно выбрать марку модель цвет комплектацию в бит номер и телефон все за вами машина бронируется с вами связывается менеджер обсуждаете детали сделки и и забирать автомобиль все просто а сайт бесплатный пользуйтесь ссылку оставил в описании не нагрешно смотрится зачетно ну давайте сразу пошли пошли пошумим посмотрим что под капотом и тогда уже потом салон будем перемещаться ну вот обрати внимание да знаете как здесь сюда покрашена красиво про все четко открываем здесь вот просто так задута и все ну матовый цвет то даже вообще не прокрас имеется такая кочерга кто забыл как она выглядит пожалуйста ну вот раз горловина 2 горловина собственно все это видно все удобно здесь смотрите по всему периметру аж туда уходит резиновый уплотнитель ну то есть зачетно ничего грязь лететь не будет там еще у нас резиновый уплотнитель идет есть сумма из для изоляции есть теплоизоляция ну и собственно здесь все так под крышкой все удобно закрываем в общем то здесь ничего больше не увидим нормально все закрылась отлично давайте смотреть что все-таки в салоне повторители куча здесь слушайте четко так мягко все закрывается ну и тут на что мягкий вверх зачетно ну и тут тоже это поймаю здесь динамики да тут что тоже динамик ну в общем вот так все отделано мягким мягкий подлокотник да и тут на свете четко весь и свечка для фиксации там собственно все также сатай стили сида сделала ручка имеется под бутыльник все замечательно естественный контур 1 и контур 2 это и говорить на оружие и не стоит электрорегулировки вот так все еще и память сидений видите здесь эко-кожа с перфорацией вот как то так давайте присаживаться вот здесь кстати обратите внимание не на многих машинах китайских именно вот это все разделено ну то есть вот тут раз нажал сам себе а в основном бывает кнопку жмешь и сразу два загорается а тут вот все так ничего здесь непонятно сесть на все отключено это у нас глонас тут что ну наверное или не вижу насчет подсветки надо будет уточнять пока это не вижу ладно пробуем опустить сидушку вниз вот вот это максимально я пустил но потом будем когда под себя регулировать когда уже будет смотреть низко или 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 высоко найти у нас три спицы и вот ты классический руль здесь снизу скос как бы да и все остальное пухлый руль достаточно все прикольно упор для больших пальцев ну короче приятный руль работу с круизом с телефона голоса управления громкость тапки треки все это тоже все понятно привычные всем этих кнопки достаточно приятных нажимать все отлично все отлично вот так смотрит 1 карта открытой двери вот снова так все закрыто состоянии тут тоже все отделано мягким все отлично такой стильный рычаг ручник внимание такая электронная теперь уже приборка цифровая все как положено здесь выбор режима движения ну электронный ручник здесь можно так вытащить допустим сделать вот так что-то вот такое более объемное не знаю можно все убрать чтобы просто здесь место было беспроводная зарядка ну и собственно вот видите здесь кнопки физические горячий воздухолодный подогревы рециркуляции благодарил очка климат и скорость работы вентилятора воздуховоды все отлично семиместная машина напомню такая семья глубокие по стакане что-то еще можно поставить поставить но и тут шторка закрываем обратите внимание как у более дорогих иномары красу так распашной такой раздвижной крышка это достаточно глубокий нормально нормально открываем хороший прям боковой упор до все отлично проверяем микролифт все хорошо здесь что нажимает на курку микролифт тоже большого что багажник все здесь четко здесь все всем привычно все нормально проверяем до вылет руля есть достаточно большой но теперь давайте пришел тот момент когда мы будем под себя все это дело регулировать напомню что я люблю так развалишься ездить вот вот так бы наверно еще чуть все так фиксируем вот так бы я поехал да нормально четко капот нам смотреть где крайне не нужно вот собственно вот так стойки давайте проверим стойка на видите здесь такой скос и как бы она даже видно что она не такая уж и широкая и тут еще видите есть большая такая проем то есть зеркало чуть-чуть сюда сдвинута и в общем-то видно очень много обзорность в общем-то хорошие большие зеркала они кстати еще не отрегулированы часто правда все отключено то есть можно видеть сколько у нас зеркало заходит аж стекла видно это на абсолютно не нужно вот по краю ручки можно еще сдвинуть зеркало чуть-чуть как бы туда и будет тогда вообще все четко точно так же и там ну здесь опять таки многие говорят что вот там видно плохо все такое все равно будет тонировка и черно смотреть ничего я так считаю ну в общем вот тут тоже все отделано мягким зачетный и черный такой ведь у нас салон ну что сиденье кстати опущена в самый низ и в общем тогда в общем то очень удобно сидеть как бы ну как положено то есть вот так скажу да только что единственное может еще в спиночку вот так сделать вот да и будет вообще все самый рост идете песней что сзади предлагается напомнит у нас самый жир что называется комплектация флэкшип и эта машина у нас 7 местная здесь знаете как все ну то есть вот сидушка так вот отодвинули и вот чтобы попасть за верят все вот так знаете на все это дело двигается ну и вот еще вот так вот прям наклонить давайте присядем карман 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 вот такая подсветка здесь имеется крючок там тоже имеется крючок но и тут видите подвери в сиденье имеется воздуховоды и сейчас посмотрим что там снизу что сказать села я сам за собой пройдите смотрите раз два три три ладошки место просто дофигища вот сидушки задние они по моему чуть чуть повыше чем передние сиденье то есть такая театральная посадка ну а так в принципе все нормально давайте проверим до нормальной высоте сделан подлокотник то есть дальней дороге сидеть удобно будет в общем то и место много можно вот так сделать виде как вот сидишь развалившись в полный рост то есть место здесь навалом достаточно достаточно давайте посмотрим что снизу предлагается а тут что предлагается мыть и два разъема и избежных для зарядки ну собственно вот и там еще какая-то ниша что-то можно туда мелочевки накидать ну и вот подняли мы спинку здесь нет ни подлокотника ничего но вот такое давайте еще посмотрим что здесь предлагается видите у нас розетка ну и собственно да тоже много места чего можно положить ну то есть такой семиместный семейный автомобиль как бы много чего такого и вот педаль узел тоже все аккуратно сделано обведи внимание на все эти сопряжение зазоры все ровненько да все красиво как вам машина 200 лошадок робот 7 ступенчатой точно точно такой же мотор как и вата все в новом и эта машина семиместная то есть 5 место нету также здесь рейлинги подвеска независимая куча камер но это у нас flagship самая жирная комплектация такие вот диски двухцветные водящие посмотрим с одной стороны вот так вот смотрится задняя дверная карта и весь лишевой доступ тоже кнопка есть и у пассажира еще раз вот так салон все это выглядит пишите комментируйте подписывайтесь всем пока счастливы